Про самолеты я только одно знаю, что коза лучше, но и коза не в силах преодолеть невидимую преграду. Даже если все стадо пойдет, обходят козы ту невидимую стену стороной. Шайтан ее возвел недавно. Невидимая стена? Это круто! А как к ней пройти? Найти ее очень просто, идите все время прямо и найдете, только я с вами не пойду. Уж больно место нехорошее. На том месте еще демона какого-то поймали, теперь его в крепости держат. Демона? Какого демона? А такого. У него нет ни глаз, ни носа. Вместо головы ровный такой шар. Как он разговаривает, откуда он взялся, непонятно. Даже шашлык из него не сделаешь. Смотри, Василий Иванович, как я умею! Не балуй! Делом Петька надо заниматься. Василий Иванович, а зачем нам это кресло? Глупая ты, Петька. Вот, к примеру, идешь ты по пустыне день, второй, неделю идешь, устал, пить хочется. Ну и... Не ну-ка, не запряг. Идешь, значит, идешь. А когда уже идти не можешь, бросаешь кресло и дальше налегке. И как это я сразу-то не додумался? Жаль, тут кресло только одно. Василий Иванович, да тут и вправду стена. Может, Петька, это стекло или целлофан? Да нет, Василий Иванович, стекло бы треснуло. А эту стену не проломить. Скорее, сам треснешь. О, Василий Иванович, а там, по-моему, что-то такое интересное лежит. А ты сходи туда, попробуй. А когда посмотришь, вернешься и мне доложишь. Нет, товарищ комдив, я под пули не полезу. Мне еще жить не надоело. О, нет. Оставим до лучших времен. Никогда. Хватит. Так ничего. Хорошо, Василий Иванович, что здесь этот валун стоит. Хорошее укрытие. Страшно подумать, что бы мы без него делали. Да, пришлось бы в песок зарваться, как ящерица. Поехали. Низко пошло. К дождю видать. Да тут, кроме старых покрышек, и взять-то нечего. К дождь. Моя-моя-моя. А-а-а! Для смягчения удара о невидимую преграду. И для этого мы эти покрышки сюда тащили. Это нерационально. Можно было песку насыпать. Если ты, Петька, умничать не перестанешь, я тебе такой нерационально покажу. Подует ветер и унесет песок. Подует ветер и принесет песок. И занесет им остатки культур и цивилизаций, в том числе и покрышки. Ты прав, Петька. Все тлен на этой земле. И наш прах развеет ветер. Горяне синим пламенем эти покрышки. Хотя бы врагу не достанутся. Ой, Василий Иванович, сколько копоти! Ты ведь всю пустыню тут прокоптишь! Пустыню, может, не прокопчу, а вот стену эту невидимую. Да ты только посмотри, Петька! Это же невидимый самолет! Стелс 2000! Нам про него капрал говорил. Здорово! Ух ты! Приборчики! Странно. Изнутри самолет видимый, а снаружи невидимый. А ты себя, Василий Иванович, как это представляешь? Если самолет изнутри невидимый, то ни штурвала не найдешь, ни тормоза. Тормоза не найдешь? Да сам ты тормоз, Петька! У самолетов нет тормозов. У него только стоп-кран есть. Смотри, Василий Иванович, все приборы выключены, а этот включен. Может быть, он как раз невидимости создает. Если так, то мы бы с ним в любое место смогли бы незаметно проникнуть. Надо, Петька, этот прибор открутить и с собой забрать. Смотри, Василий Иванович! Надо, Петька, этот прибор открутить и с собой забрать. Так, Петька, ты меня видишь? Нет, Василий Иванович! И я тебя не вижу. Ловко мы, Василий Иванович, замаскировались. Теперь, Петька, можно и в крепость наведаться. Продолжение следует... Пушка хороша, да вот только не заряжена. А это что за копье? Дурак ты, Петька, это же гарпун. Чтобы на верблюдов охотиться? А ты говоришь, Петька, не выберемся. Смотри, какую базуку я надыбал. Круто! А она сработает? Посмотрим. Что, Петька, страшно? Ощути себя ангелом смерти. Что, получил стрелу Амура? А вот и ключик. Уж как запрятали. Зачем это нам, Василий Иванович? Приходится, Петр. Меня интуиция еще никогда не подводила. Музыка, это хорошо. Музыка, это опиум для народа. Так сам Ильич говорил. По-моему, он что-то другое говорил про опиум. А вот музыку Ленин действительно очень любил. Музыку и детей. Это точно. Ну что, Петр, пора нам на базу. Кто вы, ребята? МЧС. Что? Шучу, шучу. Мы всего лишь зеленые береты. Коммандос. Кино видал? А много вас? Это общевойсковая операция по моему спасению. А где 7-й флот? Да кому ты нужен? Спасать-то тебя. Нам бы узнать, как тебя, чудака, на невидимом самолете сбили. Сколько вы согласны заплатить за эту информацию? Вот ведь что с людьми эта Америка делает. Стыдись! Разве тебя не учили в колледже? Что продаваться нужно лишь один раз. Выкладывай, что знаешь. Они меня невидимой ракетой сбили. Откуда арабы ее взяли, не пойму. У русских, наверное. А почему они тебя за демона приняли? Меня схватили, когда я приземлился после катапультирования. Так они мой гермошлем за голову приняли. Да, лицо не задница. Подробностей побольше. Субтитры подогнал «Симон» Слушай, Саид, а ты кроликов ловить умеешь? Это ушастых таких, наглых? Нет, не умею, кушать умею. Пойдем с нами, Саид, мы тебя научим. А как вы их ловите? Как-как, бреднем. Ну, если бреднем, то пошли. Слушай, Саид, а чем это от тебя так пахнет? Стреляли, небось? Стреляли. Понятно. Ух, ненавижу Зайца. Помню, когда я через Урал от Беляков плыл, они с дедом Мастаем надо мной смеялись. Попался, саботажник. А ну, отдавай рацию, гад. А то сейчас по законам военного времени... Нет, Василий Иванович, с кроликами так нельзя обращаться. К ним подход нужен. Так понадежней будет. Ура! Наша рация! Так-то лучше. Вали отсюда, марионетка. Алло, центр, Юстас, в смысле, Василий Иванович на связи. Алло, алло, what is the fuck? Паршивый кролик из нашей рации батарейки испионерил. Ай, придется, Василий Иванович, батарейки искать. Так, это сюда, это вот сюда, плюс на минус, минус на плюс. Нет, не так. А, о, вот. Это сюда, а это сюда. Все, Петька. Теперь наша рация будет на батарейках от Плеера работать. А хватит батареек-то. Ну, если ненадолго. База, База, я Чапай. А я Петька, а я Петька. База, База, я Чапай. База слушает. Заберите нас отсюда. И незачем, Таккар. Еликоптер. По машинам. Заберите нас отсюда. Поздравляю с успешным выполнением задания. Сейчас один из вас получит... Ой, не надо. Получит звание сержанта. Но если ты ушастый, сам отказываешься.